Я Камечки Ирина, уроженка города Тарагли. Я болгарка, но на 50%. Мои родители мама русская, отец болгарин. То есть 50 на 50. Мне 58 лет, у меня высшее образование. Дома чаще общаемся больше русский и болгарский. В селе мы разговариваем на болгарском. Меня зовут Евгений Каменчик. Я родился в Тарагли, но я вырос в селе Александр Хел, бывшая Кюнпень. Я по специальности энергетик. В основном разговариваем дома на русском языке. Болгарского я не знаю. Знаю румынский, английский, кроме русского. Мне 31 год, и я болгарин. Издаюсь болгарином. Он ездил в Румынию по проекту, по вывозу мусора. В Стамбул, в Турции тоже от премарии ездил. По вывозу твердобытовых отходов. И в Польше ты был, да? Где только не был. Так как работает мама, это в принципе нормально, хотя немного не, так скажем, не современно. Но это как бы естественно, потому что разные возрастные группы, разные поколения. Мама свою работу делает очень хорошо, качественно. Это 100%. Очень часто я предлагаю и даю сфатурой маме. И скажу, маме, вы должны делать это, 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 это. Вы должны планировать более бюджет. Как вы делаете и разворачиваете инфраструктуру. Но, в принципе, это не существует в Апаканал. И я, как-то, иногда я это делаю, но я не знаю, это не зависит от мамы. И это, как-то, меня frustрает. За Дадона, а он за Май. Говорит, что он старался как-то вас убедить, что... Было. И сейчас убеждает, агитирует. А результаты какие? Нет, мы за Дадона, за социалистов. Почему вы за Дадона и социалистов? Ну, потому что они ближе к нам по духу, скажем, по времени. Я не говорю, мы гендески, ну, астры глума, да, у него же мы гендески съел по шпату. Ну, он вообще против социалистического режима, против того союза. Ну, ты так говоришь. Ты все время это используешь, что Советский Союз, режим вас давили, вас это. А за Майю Санду ему, наверное, она позиционирует ее взгляды, он их поддерживает. Я не знаю, пусть ответит Санду. Ну, мне нравится, что она компетентный человек, во-первых. Ну, я это очень часто и как в аргументах привожу, что она закончила университет, который не один из политиков нынешних, известных, даже не дошел бы до такого уровня, да, сравнить, что закончил Дадон. Ну, они все учились, Женя, они все закончили. Дадон закончил сельхозуниверситет. Ну, и что, это сельхозуниверситет? А что, плохие люди вышли с сельхозуниверситета, вам тоже закончила сельхозуниверситет? Я не говорю, что плохие, неплохие, ну, просто уровень образования, там, где училась Майя Санду, и там, где учился Дадон, разный. Согласна. И то, как, да, то, как она вела реформу образования, тоже мне понравилось. Когда она вела реформу образования, тем более она была в правительстве, она все увидела, все знала, голосовала. А реформу в образовании, ну, и что реформа в образовании? Что она дала? Как что дала, мам? Ну, люди начали, перестали списывать, поголовно, до сих пор поголовно списывают. Я хорошо учусь и получаю ниже оценку того, кто учился хуже всех, это честно, это же не честно. Не очень мы выучили молдавский язык, но я понимаю. Мы сейчас всю документацию получаем на молдавском языке, она очень серьезная и сложная, потому что термины в языковом, как бы, это одни, а научные, они совсем другие. И приходится учить, переводить где, с помощью и гугла, или переводчика. Молодежь у нас есть такая же, как Евгений, помогает. Не все лояльны к нам относились. Тоже говорили, что вы живете в Молдове, не выучили молдавского языка, как это так? Почему вот мы знаем, а вы не знаете? Вы тоже должны знать. Но, что можно ответить на это? Я уже ответила. Румынский язык, как выучил Евгений? А Евгений его начал учить где-то со второго класса, с третьего? Ну да. С садика, с садика еще. Да, да, все садика. С садики. Ну, я же вам сказала, что у нас Александр Фельд, село Компение, оно многонациональное было. И в группе были нянечки, воспитатели молдавской национальности. Одно время, вот в 90-е годы, в основном мы разговаривали, они ввели молдавский язык. И они говорили на молдавском языке, рассказывали стишки на молдавском языке. Матерились. Матерились, да. Но матерились это за садиком. В года три пришел, и я чему поразилась, он, отче наш, рассказал на румынском языке. Матерились, да. Матерились. Меньше как бы политикой интересуюсь и занимаюсь, и разговариваю. Я стараюсь больше практически быть, сглаживать все. Но дедушка и бабушка, когда они заводят дискуссию, это жесть. Это очень такое эмоциональное и настроенное, иногда даже агрессивное бывает несколько минут. У Евгения свои доказательства, у дедушки с бабушкой другие, конечно. А я посередине. Почему-то молодежь не принимает наши, вот, Евгений не принимает Советский Союз. Сказал, говорит, что в советское время нас ущемляли, не давали говорить, высказываться. Но я считаю, что это не так. Я понимаю его намерение, его стремление, его виды на дальнейшую судьбу Молдовы и его жизнь. Это же его жизнь. Он должен сам создать себе условия будущего. Конечно, когда смотришь, что сын выступает, что-то против, там, окупай гугуца, я первое время говорила, Женя, ну, почему ты выступаешь? Пожалуйста, не ходи на эти выступления. Как мать, у меня есть страх за своего ребенка, потому что и полиция там выступает. Я все время говорила, смотри, что, пожалуйста, тебя полиция не забрала. Будьте, пожалуйста, лояльны, никуда не влезайте, в драки не заводите. Будьте корректными, ну, и с властями, и со всеми. Я когда увидела, что первое выступление, второе выступление прошло нормально, спокойно, они никуда не ввязываются в негативные явления, я успокоилась, и, конечно, я его поддерживаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нельзя говорить так про президента страны. Он же пиарится нам. Почему он сейчас прямо перед выборами приезжал в Тараклию, допустим? Он не только в Тараклии был. Почему он в Тараклии был? Хорошо, ездит по стране. Почему он три месяца назад не ездил по стране? Не будем топтаться на месте, когда у нас не будут такие политики, как Дадон, Шор и Плохотник. Предложите вашего политика. Ну вот мы предлагаем. Несерьезные политики. Мы, кстати, тоже можем быть будущими политиками. Почему бы и нет? Вы политиками? Да. Вам еще надо учиться, учиться и учиться. Ну... Если Евгений будет... Политиком? Ой, нет. Вы будете голосовать за Евгений? Да, 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 да. Спасибо за доверие. Демократическая страна, да. Мы развиваемся, мы можем свободно говорить пример, высказать свое мнение. Конечно, демократичная она. Но вы боялись, чтобы его не... Полиция не взяла. Но тем не менее я знала, что она не возьмет. Но рассчитывала на то, что если он не будет агрессивен, то и полиция его не возьмет. А с другой стороны, она же мама. Всегда переживает пати за своего ребенка. Мы не имеем демократии. Потому что это не институты демократичные. Потому что институты статуры контролированы от маленьких групп. Для нас есть демократия на один уровень. Ищи неразуменные на языке, ты можешь сказать, скажи, ты можешь expressить, в общем, на любые случаи. Но мы не уехали опять в одном уровне. Демократия, у которых институты статуры, которые были свободны и корректы. Мы не униемся с темой, что вместе с семьей. и у нас есть определенные лимиты, мы можем быть очень эмоциональными, но мы понимаем, что это, в нашем случае, это не самое важное, и мы пытаемся понимать один по-другому, и мы можем найти один фундамент коммун. И это не происходит.